По прогнозам синоптиков, в Чувашии уже в ближайшие дни возвращается 30-градусная жара. В такую погоду появляется большой спрос на речные трамвайчики. Люди целыми семьями отплывают за Волгу. Пару недель назад в социальных сетях многие чебоксарцы жаловались на огромные очереди за билетами. Изменилась ли ситуация на сегодняшний день, выяснила Татьяна Самсонова. В выходные, когда в республике стояла 30-градусная жара, очередь на речные трамвайчики доходила аж до конца этой лестницы. Многие уходили, так и не дождавшись своего рейса. Сейчас в будний день народу гораздо меньше. Это связано еще и с тем, что появились онлайн-билеты. Правда, за удобство приходится платить, ведь такие билеты стоят на 15% дороже. Как объяснили в руководстве речного порта, наценка на билеты — это сервисный сбор, который уходит в московской компании за использование ее платформы для продаж. Правда, многих нисколько не смущает увеличение стоимости, ведь покупка онлайн существенно экономит время. Я же буду убежден, что уже будут места. Не буду нервничать в лишний раз. Как вот сейчас, например, я ехал быстрее, торопился. Будет удобнее, даже если немножко дороже. Онлайн, конечно, удобнее было бы, потому что уже заранее знаешь, как, во сколько и уже подходить. А вот сейчас, допустим, мы и вчера сюда подходили, и вчера мы не попали. Вот уже второй день ходим туда-сюда. Решение запустить онлайн-продажу билетов возникло две недели назад, когда из-за большого наплыва покупателей кассовые аппараты стали зависать, и образовались огромные очереди. Сейчас народ здесь не толпится, но пока еще не все пассажиры знают о возможности купить билеты, не выходя из дома. Информацию о новом способе оплаты разместили на стенде возле касс. Человек покупает, получает QR-код, больше ему подходить никуда не надо, сразу он приходит на посадку контрольно-пропускному пункту, и там предъявляет на телефоне либо распечатанный электронный билет, либо на смартфоне предъявляет QR-код. Наш кассир, получается, гасит этот, сканирует QR-код и гасит билет. Современные молодежь все пользуются смартфонами, все уже давно привыкли все покупки совершать через интернет, и для них это гораздо удобнее. Старшие поколения, конечно, они еще более консервативные, то есть они в этом плане все равно привыкли прийти, купить, получить на руки билет и с ним подойти. В предстоящие выходные ожидается большой поток желающих отправиться на другой берег Волги. С пятницы по воскресенье будут работать сразу два кассовых павильона, а количество рейсов увеличат. Татьяна Самсонова, Дмитрий Макаров, Вести Чебоксары.